Эх, мать, родная! Эх, рост, мать! Артур Морш, начинающий к проруби, молодой человек пристрастился лишь этой зимой. Сегодня у него юбилейное десятое погружение. Каждый сеанс моржевания сравнивает с визитом к психологу. В повседневной жизни много стресса, постоянно нервничать приходится по пустякам. Вот это расслабление помогает понять, зачем ты живешь, воссоединиться с природой, отдохнуть душой и телом. Существует предположение, что температура воды в проруби всегда выше нуля градусов. На самом деле это не совсем так. Наибольшую свою плотность вода имеет при температуре плюс 4 градуса по Цельсию. В замерзших водоемах эта теплая вода опускается вниз, а здесь, в слое, где плавают моржи, ее температура примерно 0 градусов. Бытует еще несколько ошибочных мнений, к примеру, о том, что погружаться в прорубь стоит сразу после бани или сауны. Опытные моржи делать этого не советуют, предпочитая разогреваться бегом или другими физическими упражнениями. Также ни один настоящий морж не пьет спиртных напитков до погружения, так как это нарушает естественную терморегуляцию организма. Многие считают, что в моржевании чисто русское занятие и за границей его нет. На самом деле существует множество клубов моржей в Финляндии, Бельгии, Канаде и даже Китае. Прорубь на спуске улицы Льва Толстого, любимое место самарских моржей, уже готовится к крещению. Сделаем более удобный сход, который позволит как маленьким, так и большим спокойно забираться в нее и потом спокойно выходить. Мы ее расширим и сделаем в виде креста. Для удобства, может быть, даже оснастим поручнями. Для тех, кто ныряет в прорубь только раз в год, на крещение будет работать теплая сауна.